я не очень слежу за культурной жизни, просто мне не позволяет время, занятия мои основные, но когда что-то я обнаруживаю, то, в принципе, поучаствовать, если есть с чем поучаствовать, то, в принципе, можно было. И вот этот конкурс, в принципе, узнал я из соцсетей, случайно, можно сказать, сразу позвал и друзей своих, потому что у меня многие занимаются тоже живописью и прикладным искусством. Ну и как-то легко так получилось, потому что была готовая работа, очень демократичные условия конкурса, то есть не надо было там что-то выдумывать специально, делать. Вот я подобрал по жанру картину, которая как-то созвучна названию, и, может быть, так органично бы выглядела на этом конкурсе. Ну и вот ее предложил. Это вымышленный сюжет, скажем так, он комбинированный сюжет, совсем из головы достать тоже не всегда получается. То есть и не всегда получается найти нужный ракурс. Целью таких работ вообще является передача духа нашей жизни, нашей старины, нашего провинциального, так сказать, спокойствия, размеренности. То есть люди, когда смотрят, они, в принципе, узнают какие-то уголки, какие-то части этой картины, они, в принципе, сразу выглядят родными. Картина сама по себе очень проста. В ней нет какого-то заряда философского такого большого. То есть это вещи такие очень хорошо нам знакомые, такие родные. Вот этот жанр, он живописен. Здесь можно немножко импровизировать. Здесь можно как-то вот эта вот полуразрушенная старина, она располагает к тому, чтобы именно придать некую романтику сюжету. В современном, допустим, городском пейзаже значительно сложнее это сделать. То есть тут, наверное, мастерства надо побольше. Все-таки я, школы у меня нет как таковой, это все интуитивно делается. Все не очень смело я, так скажем, берусь за любой сюжет. У меня есть детские мои, древние работы, которые я храню, ну, просто как память человеческую такую. Кое-что из школы, даже оценки там сохранились. Но это вот, наверное, это года 4-5 обычный такой детский рисунок по сюжету сказки «Спящая царевна». Ну, это школьный натюрморт, вот такой вот заслужил оценку 5. Естественно, военная тема, корабли. Пиковый момент в рисовании, он был связан с тем, что я начал рисовать темно-синее небо и начал делать рисунки контрастными. Ну, вот, например, это уже, ну, даже, наверное, после школы я рисовал уже, в институте, когда учился, это делается с авторучка, паста, спирт, то есть, вот, разводы вот эти, это делалось при помощи специальной технологии. Вот здесь без всяких технологий. Вот тут просто тетрадный листочек. Вот, просто сидишь ручкой и на уроках, когда тебе нечего делать, сидишь, рисуешь, начал пробовать маслом. И получалось плохо, но я этого не заметил. Понимаете, получалось плохо. То, что сейчас я вот смотрю на те вещи, которые у меня в 98-м году появились, в 99-м, я просто ужасаю, как можно было это показывать людям. Потом это как-то вот оттачивалось, оттачивалось, и стало лучше получаться. Вот я уже, картины стали более полноцветными такими, более объемными. Я научился добавлять среду, воздух, чтобы это все было похоже на настоящую профессиональную живопись. Вот это вот Тяньшань. Я в Казахстане прожил 9 лет, все это видел. Много раз ездили в ущелье, в горной речке купались, с ночевкой ездили. Вот решил вспомнить эти моменты прекрасные. Я частенько боюсь, что не получится. Я борюсь, по сути дела, с сюжетом, борюсь за то, чтобы получилось максимально то, что я хотел, чтобы мне было приятно картину посмотреть. Зато, когда уже ситуация переломлена, подавляющее большинство картин, они, в принципе, именно так заканчиваются, все-таки я побеждаю, вот тут уже наступает удовольствие от работы. Это всегда психологически такой очень процесс непростой. Нет пределов совершенства, поэтому я думаю, что каких-то конечных целей тут поставить невозможно. Вот я знаю только на ближайшую перспективу, что и где мне можно исправить, что нужно исправить, над чем нужно работать. У меня еще очень много таких задач нерешенных. Продолжение следует...